Болгария испытывает острую необходимость в трудовой силе. И это при том, что по официальным данным уровень безработицы составляет около 3,5%. А болгарский премьер Бойко Борисов заявляет, что в стране не работает только тот, кто не хочет. Противовес словам политика упрямая статистика. Число уехавших из Болгарии за последние годы увеличилось до 2 миллионов человек. Так действительно ли хорошо лишь там, где нас нет? Вопросе разбиралась Наталья Абельдина. Большинство болгар, покидающих родину, едут за границу с надеждой задержаться там подольше. Люди ищут достойные условия труда и высокую зарплату. Чаще всего трудовой болгарский десант отправляется в Германию, Францию и Данию. О популярности переездов среди местного населения говорят цифры. В прошлом году болгары-мигранты отправили домой родным и близким более 1 миллиарда евро, став тем самым крупнейшим инвестором в болгарскую экономику. Дефицит рабочей силы вынуждает бизнес и власти искать скрытые резервы. Возможно, поэтому 60% болгарских пенсионеров продолжают сегодня работать. В то же время 200 тысяч болгар трудоспособного возраста не имеют постоянной работки и постоянного заработка. Люди уезжают, потому что им некомфортно в Болгарии. Они ищут лучшую жизнь. Те, кто эмигрирует с хорошими специальностями, находят хорошую работу. Кто попроще, рад тому, что предложат. Я не планирую эмигрировать, потому что считаю, что Болгария удивительная страна. Но большинство думает иначе. Это их выбор. По данным социологов, 70% работающих за рубежом болгар согласны вернуться домой, но при определенных условиях. Министерство труда и социальной политики разработало специальную программу по привлечению болгар-мигрантов, которая заработает в 2020 году. Проектом будет предусмотрена финансовая надбавка к зарплате в размере 600 евро в месяц в течение одного года. Мы живем во времена экономических показателей и интересов, поэтому вернуть болгар из эмиграции на родину задача непростая. Возможности государства ограничены, уровень жизни скромный, доходы большинства умеренные. И по этому показателю Болгария занимает последнее место в ЕС. Но рассчитывать только на ностальгию не стоит. Вернуть тех, кто бежал от нищеты, может только гарантия дохода. И не обещаниями, а на деле. Кроме этого, в новый трудовой закон войдут оплата расходов за аренду жилья, няни и обучение болгарскому языку членам семьи с другим гражданством. Общая стоимость программы около 5 миллионов евро. Распространится она на каждого болгарина не старше 54 лет. Наталья Обильнина, Дмитрий Лукша и Борис Дмитров, Хабар-24, София, Болгария. Продолжение следует...